Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. И мы начнем читать с 11 стиха. Ефесянам, 4 глава, 11 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем Иисус дал нам эти дары? К совершению святых. Слово «совершение» означает формирование зрелости святых, чтобы вывести нас из этапа младенчества, из юности, в полное духовное взросление. Кто из вас слышал, как люди говорят, «Все, что мне нужно, это Иисус». Ну, для вашего искупления вам нужен лишь Иисус. Но для вашего духовного роста и развития вам потребуются те дары, что Он дал – апостолы, пророки, евангелисты, пастыры, учителя. Другими словами, Он дает нам людей, знающих Его, чтобы они помогли нам знать Его лучше. И если бы для полного духовного развития нам нужен был только Иисус, зачем бы Он давал нам эти дары? Он знает, что нам легче учиться, когда мы видим и слышим кого-то, кто стоит перед нами и делится с нами Его Словом. Да, вы не можете развиваться духовно, иначе как через Слово, только Слово на это способно. Но Бог помогает нам, давая нам тех, кто будет питать нас этим Словом, объяснять Его нам, учить нас Слову. Итак, нам нужны дары служения, которые Иисус нам дал, чтобы мы могли правильно развиваться. Люди говорят, «Но я могу быть таким же хорошим христианином, как ты, оставаясь дома без церкви». Нет, не можете. Вы не можете быть похожими на Христа, оставаясь дома без поместной церкви. Хотите знать, почему? Потому что Иисус ходил в церковь. Луки 4,16. «По обыкновению своему Он встал читать в синагоге». Это был Его обычай, Его привычка, духовная привычка. Иисус был членом собрания. Иисус был частью собрания. Почему? Потому что Ему было необходимо учиться. Когда Он родился на земле, Он не сразу родился со всеми знаниями, которые у Него были впоследствии. Библия говорит, что Он опустошил Себя, когда пришел на эту землю. Ему нужно было изучать Слово точно так же, как вам и мне. И ребенком Он рос в синагоге. И Он показывает нам, что мы можем быть христианами, не ходя в церковь, но мы не можем быть похожими на Христа. Потому что, чтобы походить на Христа, нужно ходить в церковь. Почему? Потому что нужно слышать кого-то, кто поможет вам стать зрелыми и духовно развиваться. Аминь. И слава Богу, что Он дает нам пасторов, которые назначают с нами встречу, каждое воскресенье или посреди недели, назначенное время, чтобы встретиться с вашим даром. Аминь. Ваш дар – это ваш пастор. Относитесь к этому служению как к подарку с почтением, и вы извлечете наибольшую пользу. Многие не так много получают от своих пасторов из-за того, как они относятся к этому дару, как они рассматривают его. Этот дар – подарок от Иисуса, и важно, как мы к Нему относимся. Аминь. Спасибо Богу. Он любит нас, и потому дает нам тех, кто приходит в назначенное время и учит нас Его Слову. Аминь. Итак, Он дал нам эти дары служения, пять даров, как тут сказано, к совершению святых или для их развития, для формирования их зрелости. Зачем? На дело служения, чтобы святые могли совершать дело служения. И для созидания тела Христова. Это строит тело. Слово «созидать» означает «строить». Итак, тело созидается, когда люди в теле развиваются и становятся духовно зрелыми. И если люди не развиваются, то тело не созидается, как должно. Аминь. И затем сказано «доколе все придем в единство веры». Заметьте, здесь не сказано «в единство доктрин». Потому что люди по-разному разбирают Слово, и местами могут быть небольшие различия. Но это не значит, что мы должны чуждаться друг друга. Возможно, я не согласна со всеми в каждой мелочи, но я все равно могу ходить в любви. И все равно могу быть приветливой. Но нам всем нужно прийти в единство веры. Именно в единстве может являться Бог. В раздорах и разногласиях Он не может являться. Поэтому вам нужно учиться, взрослеть и становиться зрелыми, чтобы вы могли соединиться друг с другом как должно. Чтобы вы были едины, а не устраивали склоки, разделения и ссоры. Потому что Иисус не может благословить раздор, не может благословить разделение. Поэтому при ссорах и разделениях в церковной семье люди не могут получить там исцеление. Люди не могут получить свой ответ, свое чудо там. Потому что Бог не может явиться в атмосфере, противоречащей Его потоку. Аминь. Итак, по мере роста мы входим в большее единство. Никто не пытается держаться за свою правоту. Аминь. Мы входим в познание Слова, и мы все вместе входим в один поток. Аминь. Итак, единство важно. Вам нужно быть наученными и духовно развиваться, чтобы возрасти в потоке единства в поместной церкви и в теле Христа. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия». Так Бог может помочь нашему мышлению. У нас будут правильные знания, правильное мышление о Слове, когда нас будет учить Слову один из Богом данных даров служения. Аминь. Затем, заметьте, Он говорит, «Доколе придем в мужа совершенного». Совершенный человек не значит человек без недостатков. Это значит человек, достигший полной зрелости, полностью зрелый в Божьих вещах, полностью зрелый в вере, полностью зрелый в Слове. Дух зрелый, не только тело, не просто образованный ум, но Дух, просвещенный и зрелый. Аминь. Итак, Он дает нам эти пять даров служения, чтобы мы все пришли, и я хочу на этом сосредоточиться, в мужа совершенного или зрелого в меру полного возраста Христова. Эта последняя фраза определяет, как выглядит зрелый человек в меру полного возраста Христова. Что это значит? Это просто значит, пока наша жизнь начнет выглядеть, как жизнь Иисуса. Пока мы станем поступать, как Он. Пока мы произведем в своей жизни то, что производила Его жизнь. И Бог говорит, это мерило вашей зрелости. Другие люди в вашей церкви не являются вашим мерилом. Иисус наша мерила. Другие могут делать какие-то вещи, и их это устраивает. Но если мы стремимся к Иисусу, как к нашей зрелости, как к мере того, как выглядит настоящая духовная зрелость, то я не соизмеряю себя с вами, я соизмеряю себя с Ним. Но другие так поступают. Не важно, что делают другие. Важно, каков поток Иисуса. Что угодно Ему. Как Он поступал. Это мое мерило. Аминь. Бог хочет не просто, чтобы мы росли. Он хочет, чтобы мы возрастали, пока наши жизни не станут похожими на Иисуса. Если мы этого хотим, то огромной частью развития и духовной жизни Иисуса была Его жизнь веры. Поэтому одна из граней нашей жизни, которая должна быть похожа на жизнь Иисуса, это наша жизнь веры. Значит, наша вера должна расти, развиваться, потому что мы не можем жить, как Иисус, без веры. Он жил верой. Мы не можем делать то, что делал Иисус, без веры, потому что то, что было совершено через Его жизнь и служение, было совершено из-за веры. Аминь. Бог хочет, чтобы мы жили и двигались в вере, которую нам показал Иисус. Иисус не был примером того, кем мы не являемся и никогда не сможем стать. Иисус был примером того, куда мы направляемся и должны прийти. Аминь. Аминь. Любое развитие в духовном или физическом мире, в любой сфере жизни, приходит благодаря практике. Каждый день вам нужно практиковать свою веру. Если вы будете дожидаться чрезвычайных обстоятельств для упражнений в вере, ваша вера будет неумелой. Единственный способ быть умелыми в вере – это практика. Абсолютно каждый день тренируйте ее. Если вы хотите превосходных результатов, то вы будете делать это каждый день. В детстве я брала уроки пианино. И многие дети, с которыми я училась, тоже брали уроки пианино. И занимались, может быть, полчаса в неделю. Каждый раз, когда я приходила домой со школы, мама встречала меня у двери и говорила «садись за пианино». И мне приходилось заниматься по часу каждый день. Она не разрешала мне даже делать школьные задания, пока я не позанимаюсь. Я не могла пойти гулять с друзьями. И мне ничего нельзя было делать, пока я не позанимаюсь на пианино час в день. Из-за этого я обошла моих друзей. Из-за этого я превзошла их. В чем было дело? Талант? Не знаю, но точно знаю, что дело было в практике. Аминь. Вам даже не обязательно быть самым знающим человеком. Главное – практиковать то, что вы знаете. Применяйте то, что вы знаете. Библия называет это «быть исполнителем слова». Ваша вера станет похожей на веру Иисуса, если вы будете ее практиковать каждый день. Когда приходит что-то не из Божьего потока, примените свою веру против этого. Когда Бог предлагает вам что-то, примените свою веру для этого. Каждый день, каждый день. Как практиковать веру? Через слова, которые вы говорите. Аминь. «Отец, я благодарю Тебя, что во мне мир Божий – это плод Духа, который вошел в меня при рождении свыше, и я сдаюсь этому миру сегодня. Я не сдаюсь сегодня волнением, я не сдаюсь сегодня страху, я сдаюсь миру, я черпаю его». Как ему сдаться? Реагируйте на него. Это пример практики духовных вещей. Точно так же с верой. Когда что-то приходит и говорит, у тебя не будет нужных денег, отвечайте на это, задействуйте свою веру. Черпайте ту веру, что у вас внутри. В вас есть вера. Если вы рождены свыше, то вера Божья в вас. Потому что в 12 главе римлянам сказано, что Бог уделил каждому меру веры. Что это за мера? Я думаю, она размером с семя. Потому что семя прорастет. Если его поливать, если за ним ухаживать, если ему правильно уделять внимание, оно прорастет. Так много христиан живет с верой, остающейся в форме семени. Питайте ее, развивайте ее, поливайте ее, практикуйте ее, заставьте ее развиваться и расти. Бог вложил вас в веру, но ваше дело ее развивать. Не он ее развивает, а вы. Через то, что вы делаете со Словом. Аминь. Аллилуйя. Если ваша вера развивается, ваша духовная жизнь развивается. Если ваша вера не развивается, ваша духовная жизнь не развивается, не растет. Аминь. И Бог создаст нагрузку для вашей веры. Зачем? Чтобы помочь вам ее взрастить. Он покажет и предложит вам что-то, что можно получить только верой. Если вы этого хотите, включите свою веру. Аминь. Все, что мы получаем от Бога, мы получаем верой. Аминь. Поэтому Он разложил перед нами наследие во Христе и сказал, «Это все ваше. Теперь придите и востребуйте это». Как востребовать? Верой. Через веру. Аминь. Итак, Бог создаст нагрузку для нашей веры. Почему? Потому что Он хочет, чтобы она росла. Почему? Потому что Он трудится над тем, чтобы привести нас в меру полного возраста Христова. И Он будет направлять и вести нас на основании того, что лучше всего для нашей веры. Это очень важно понять. Бог будет вести и направлять вас на основании того, что лучше для вашей веры, а не на основании того, что легче для вашей веры. На основании того, что лучше для вашей веры. Ни для кого не лучше, если от него ничего не ждут и ничего не хотят. Нас было четверо детей в семье, и всякий раз, когда мы куда-то отправлялись, моя мама говорила, мы поедем в такой-то магазин, и вот чего я от вас ожидаю. Мы еще не успевали выйти из машины, как она уже говорила, не просите у меня этого, не умоляйте об этом, не плачьте об этом, не закатывайте истерику, не трогайте это, не трогайте то. Потому что когда мы знали, чего от нас ожидают, мы это выполняли. Потому что если бы мы не выполнили ее ожидания, она бы с нами разобралась. Бог ожидает от нас чего-то, потому что именно так люди развиваются, когда от них чего-то ожидают. Поэтому Бог поведет вас делать что-то, что предъявит требования и ожидания к вашей вере. И в этом его благость к вам, он не зол к вам, он добр к вам, потому что он знает, что если вы не будете развиваться, вы станете добычей дьявола. Он не хочет, чтобы вы оказались под постоянным влиянием того, что делает дьявол. Бог сказал, что поставил нас наверху. Мы на высоте, а не внизу. Мы благословенны при входе и при выходе. Мы голова, а не хвост. Если вы останетесь духовным младенцем, вы всегда будете в хвосте жизни. Вы всегда будете под обстоятельствами вместо того, чтобы возвышаться над ними. Он знает, что только взрослее вы сможете начать наслаждаться полнотой всего, что он обеспечил. Духовные младенцы могут наслаждаться только мерой того, что он обеспечил. Но зрелость наслаждается полнотой всего, что он обеспечил. Не так ли? Итак, что сделает Бог? Он поставит задачи, чтобы заставить вашу веру расти. Но если вы не будете сотрудничать с этими задачами, вы не достигнете зрелости. Аминь. И Он не делает это со зла. Он просто вам предлагает. Он не станет вам это навязывать. Он лишь говорит, вот мое слово, это все может быть вашим. Вопрос, чего вы хотите и насколько сильно вы этого хотите? Насколько сильно вы хотите, чтобы ваша вера развивалась? Настолько и практикуйте свою веру. Понимаете? Насколько вы хотите иметь сильную веру. Настолько ваше дело развивать ее, практиковать, питать, упражнять. Аминь. Аллилуйя. Разве вы не ведете себя по-разному со своими детьми в разные сезоны их жизни? Когда они младенцы, вы все делаете за них. Ребенок пошел, и вы начинаете. Милый, положи эту игрушку на место. Дорогой, отнеси эту кружечку на кухню. Что вы делаете? Каждый сезон их физического развития вы им помогаете. Это преступление, когда родители продолжают обращаться с подростком так, словно он новорожденный. Кормят его, одевают. Вам, как родителям, и в голову такое не придет, потому что вы знаете, что так вы покалечите детям жизнь, если они не научатся сами о себе заботиться. Бог не калечит вашу духовную жизнь. Он не будет помогать вам оставаться в младенчестве. Он предъявит требования к вашему духовному развитию. И если он требует духовного развития, ему придется предъявить требования к вашей вере. Не так давно я ездила в родной город в гости к маме. Мы пошли в ресторан. А городок небольшой. Все всех знают и знают годами. То есть они видят всю историю вашей жизни, понимаете? И мы сидели в ресторане, обедали, и мама показала на одного мужчину и сказала, «Видишь этого мужчину?» А ему было около сорока. Он покалечен. Я сказала, что «Ты имеешь в виду, что он покалечен?» Не было видно никаких физических ограничений. Она сказала, «Он калека». Его родители платили за все. Его родители все ему покупали. Его родители давали ему все. Он даже не умеет постричь собственный газон. Даже этому не научился. Потому что его родители делали все за него. Теперь их больше нет, а он остался калекой. Она имела в виду калекой по жизни. Вот что она имела в виду. Он был совершенно не способен о себе позаботиться. Бог не превращает своих детей в коллег. Родители, давайте нагрузку вере своих детей. Аминь. Если они чего-то хотят, ваша задача не в том, чтобы сказать, «У нас нет денег, ты не можешь это получить». Это не всегда то, что нужно. Ваша задача – обучить их вере. «Милый, если для тебя это важно, и ты этого хочешь, я знаю, где мы можем это взять. Мы можем получить это верой. Давай верить Богу». Вовлекайте детей в проекты веры. Вовлекайте их. И давайте нагрузку их вере в соответствии с их возрастом. Аминь. Потому что хуже некуда, если дети воспитываются в христианской семье, но живут лишь под зонтиком веры своих родителей и никогда не развивают свою. Аминь. Слава Господу. Помню, я проходила сезоны испытаний, когда входила в служение. И мой муж сказал Богу, «Боже, давай я за нее помолюсь, давай я просто возложу на нее руки и помолюсь за нее, и справлюсь с этой ситуацией, которая ее мучает». Бог ответил, «Нет, она должна справиться сама». И позвольте вам сказать, если бы я не справилась сама, где бы я была сегодня? Теперь, когда мой муж на небе, где бы я была сегодня? Я хочу, чтобы вы знали, книги, что я написала около шестнадцати, вы их можете читать, потому что я справилась сама. Если бы я не справилась сама, ничто из этого сейчас не помогало бы никому другому. Если вы не справляетесь сами, чего лишаются другие люди? Что будет украдено у других людей, которые приходят в вашу жизнь, если вы не справитесь сами? Вам нужно смотреть на примеры, которые Бог поместил вокруг вас, но не ожидать, что они все сделают за вас. Пастор в церкви не для того, чтобы делать все за вас. Пастор должен служить примером того, как может выглядеть ваша жизнь. Пастор должен служить примером и наставлением, какое направление выбрать в жизни. Но он в церкви не для того, чтобы верить вместо вас, молиться вместо вас. Он может молиться вместе с вами, но не в качестве замены вашей собственной веры. Аминь. Аллилуйя. Итак, Бог будет руководить вами в развитии вашей духовной жизни, жизни веры. Бог будет вести вас в ежедневной жизни, в маловажных вещах. Не думайте, что Бог будет работать с вами только по поводу важных вещей. Он не хочет использовать важные вещи для тренировок. Для этого он хочет использовать маловажные вещи, потому что, если можно так сказать, это оставляет вам место для маневров. Если вы промахнетесь, это не будет разрушительно для вашей жизни. Бывает, захожу в магазин, например, однажды мне нужен был новый диван. У меня были для этого деньги. Я знала, чего я хочу. Я пришла, продавцы нашли то, что я хотела, и я уже была готова покупать, но внутри было такое, мммм, неприятное чувство, неспокойное ощущение, не покупая это. И было понятно, что это исходило из духа, не из разума, а из духа. И помню, я сказала, почему я не могу его купить? Почему у меня такое понимание? Деньги у меня есть, диван мне нужен, он такой, как я хотела. Но я просто последовала этому ощущению и ушла, не купив диван. И позже выяснилось, что появилось что-то лучшее. Но что это было? Бог тренировал меня на маловажных вещах, чтобы я научилась слышать и следовать за Ним, потому что для этого требуется вера. Поэтому, когда вы что-то делаете, и вам может показаться, ну что такое диван в масштабе жизни? Вы знаете что? Ничто. Диван – это абсолютно ничто, но тренировка – все. Поэтому, если вы занимаетесь чем-то, что вам не кажется важным, но при этом чувствуете, что дух направляет вас что-то не делать или что-то сделать по поводу чего-то маловажного, и вы реагируете, но это не может быть Бог. Это определенно может быть Бог, потому что он хочет превратить маловажные вещи в учебный класс. Потом, когда в жизни возникнет непредвиденная ситуация, вы будете уже натренированы. Для вас уже будет привычным ощущение его водительства. Вам уже будет привычно применять веру к тому, что вы ощущаете в своем духе. Поэтому не перескакивайте обучение, происходящее на маловажных будничных вещах. Бывает, люди говорят, «Я ожидаю, чтобы Бог вел меня в каждой мелочи в жизни». Это тоже неправильно, потому что он не будет использовать абсолютно каждую мелочь. Он ожидает, что вы просто будете ходить в мудрости и ходить во свете слова. Вам не нужно сидеть и ждать, не принимая решения буквально по каждой мелочи. Вы скажете, «Но он тренировал меня на чем-то мелком совсем недавно». Да, но это было просто в целях тренировки. Это не закономерность. Он не пытается вам показать, что вы ничего не должны в жизни делать без этого водительства, потому что вы можете просто руководствоваться мудростью, просто ходить в свете слова, следовать здравому смыслу. Но когда Дух Божий приходит и открывает вам что-то другое, всегда руководствуйтесь этим вместо любых других знаний. Вы понимаете? Итак, то, что он использует что-то маленькое, незначительное, будничное, чтобы тренировать вас, еще не значит, что он будет это делать каждый день. Это не значит, что теперь надо сидеть неподвижно, не добиваясь никаких результатов. Вы понимаете? Потому что люди недопонимают это и думают, что он собирается вести их в абсолютно каждой мелочи. Нет, он собирается тренировать вас, когда ему угодно. Аминь. Слава Господу! Вот что я знаю о Боге. Он поведет вас на самый край вашей веры. Он не отправит вас жить в тылу вашей веры. Понятно, что это не точное описание, но если бы мы могли представить веру в виде полосы, шириной в метр, так вот Бог не хочет, чтобы вы стояли в самом начале этого метра. Он хочет, чтобы вы были впереди, на самом краю. Почему? Потому что Он хочет, чтобы вы всегда простирались вперед, всегда растягивали свою веру, давали ей нагрузку. Что я подразумеваю под тылом вашей веры? У людей есть какая-то мера веры, и они только хотят в ней отсидеться. Они не хотят никаких ожиданий, никаких запросов. Они не хотят никакой ответственности. Они хотят просто плыть по течению жизни. Бог не привел вас в эту жизнь, чтобы вы держались на плаву. Он привел вас, чтобы вы могли расти и развиваться, и быть благословением для других, и быть примером для других в том, как выглядит растущая вера. Итак, Бог говорит вам, «Я хочу, чтобы ты купил то или это», а вы отвечаете, «А я этого не хочу». Но Он ведет вас на основании того, что вашей вере нужен этот проект. Возьмем чисто для примера новый предмет мебели. И Дух Божий начинает обращаться к вам в сердце о покупке новой мебели. А вы говорите, «А я не хочу новую мебель. У меня все в порядке». Но Бог хочет дать нагрузку вашей вере. Но у меня нет на это денег. Именно поэтому Он вас и побуждает. Он хочет, чтобы вы верили Ему об этих деньгах. Аминь. Для того, к чему Он вас побуждает. Так Он держит вас на краю вашей веры. Чтобы вы не устроились уютно и не расслабились, и не просто плыли по течению жизни без всякой нагрузки. Потому что люди, плывущие по течению жизни, на самом деле не особо помогают другим. Аминь. Многие просто хотят, чтобы им хватало веры для их жизни и ничего больше. Но мы в одном теле, и Бог хочет, чтобы вы были благословением. Он хочет, чтобы ваша жизнь была благословенной. Но и чтобы вы были способны быть благословением для кого-то еще. Аминь. Аллилуйя. Итак, Бог будет вести вас в будничных вещах. Слушайте Его. Он вводит вас в сильную, крепкую веру. Это значит, что Он не будет учить вас опираться на кого-то другого до конца вашей жизни. Когда вы только родились свыше, вы какое-то время можете сильно полагаться на чью-то веру, и это уместно. Но по мере роста и зрелости, то, что раньше было уместно, больше неуместно. И теперь уже вы становитесь тем, на кого может положиться кто-то в момент нужды, потому что ваша вера способна быть благословением. Но не позвольте им вечно опираться на вас. Учите их использовать собственную веру. Аминь. Кто из вас знает, что жизнь веры – лучшая жизнь? Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok